Приветствую вас в творческой студии Елены Тюриной. И сегодня мы с вами научимся оформлять любую акварель или рисунок. Я вам покажу, как можно сделать простое паспарту. Начнем мы свою работу с выбора багета. Ведь не секрет, не каждая рама подойдет к любому интерьеру. Я выбрала несколько вариантов для своей акварельной работы Тигр. И наконец мне понравился багет. Он подходит к моему интерьеру. Светлый же багет тоже классно смотрится. Но я остановила свой выбор на темном багете. Приступаем к распаковке нашего багета. Материалы, которые нам понадобятся для работы. Малярный скотч, графитный карандаш, угольник, ножницы, нож и металлическая линейка. А также доска, на которой мы будем резать и бумага для паспарту. Берем для аквареля с хорошей плотностью и размер соответствующей раме или чуть больше. Берем лист, подгоняем его под размер рамы 30 на 40. У нас же лист чуть больше по одной стороне и на 3 мм меньше по другой. Отмечаем нужный нам размер. Отрезаем лишнее по длинной стороне листа. Берем работу, которую мы хотим оформить в паспарту. Измеряем ее. Записываем наши размеры. Потому как в дальнейшем нам нужно будет вычесть из реальных размеров нашей работы по 5 мм с каждой стороны. Записываем размеры с вычетом 5 мм с каждой стороны. Производим расчеты. Работа наша должна располагаться вертикально. И снизу лучше оставить чуть больше расстояния, чтобы работа смотрелась лучше. Находим середину листа. Делим наше расстояние пополам. Так, чтобы снизу у нас оставалось чуть больше. Здравствуйте. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» То же самое мы делаем и с другой стороны листа, по ширине, оставляя равные поля по краям. Начинаем вычерчивать по нашим засечкам. При помощи угольника мы проводим линию. Следим за прямым углом. Приступаем к вырезанию нашего паспорта. По металлической линейке под определенным углом мы проводим ножом наши вычерченные линии. Получается надрез. Нужно следить, чтобы нож ваш всегда был хорошо заточен, либо были сменные лезвия. Субтитры подогнал «Симон» Спорту наша готова. Теперь смотрим, где вверх, где вниз. Устанавливаем работу. Кладем груз. При помощи малярного скотча и ножниц начинаем закреплять нашу работу к паспорту. Мамажный скотч очень подходит для таких работ. Раньше я клеила бумагу, потому что малярного скотча у меня не было. И часто бывали нежелательные складки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наша паспорту готова! АПЛОДИСМЕНТЫ Начинаем вставлять паспорту в раму. Проверяем, что получилось. Остался один нюанс. Нужно предусмотреть, как мы будем подвешивать нашу работу. Подвес нужно крепить ровно по центру. Проверяем по линейке. Иначе картина ваша будет висеть криво. АПЛОДИСМЕНТЫ Если вам мастер-класс понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Мы еще не раз вернемся к теме оформления работ. И я покажу более сложные варианты.